Друзья, всем всех с наступившими праздниками с наступившим Новым Годом С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Счастьем! Так, сейчас настраиваем информационные пушки Свет Всех видно, да? Мы хотели выйти в эфир поздравить всех с наступившим Новым Годом Мы очень рассчитываем что это будет победный Новый Год и будет референдум по Конституции по отмене колониальных статей потому что все знают, что 1 июля 2020 года были отменены технические главы а главы 1, 2, 9, которые являются колониальными референдум будет только впереди чем больше будет людей в нот прозревших и понимающих что они двигают страну к освобождению Отечества тем быстрее мы освободим свое Отечество наше Отечество от колониальной внешней оккупации наша страна проиграла в холодной войне 91-93 год и документом подтверждающим наше поражение это является Конституция Российской Федерации подписанная народом России 12 декабря 93-го года это акт капитуляции народа России перед США и только через волю народа России 100 миллионов человек большинство я просто округляю что большинство народа России должно поменять свое решение и на референдуме отменить колониальные главы Конституции выйти из колонии и вот мы Иннокенде, тебе слово передаю здравствуйте, уважаемые зрители еще раз поздравляю всех с наступившим 2021 годом мы все активисты национально-освободительного движения очень много лет уже посвятили борьбе за освобождение нашего Отечества но все мы прекрасно понимаем что пока Отечество наше не свободное пока мы к сожалению являемся колонией Соединенных Штатов Америки как мирового гегемона который практически собирает дань со всего мира на нашей планете и все мы вот активисты национально-освободительного движения ждем что в наступившем 2021 году этот год будет непростой но он с другой стороны будет все-таки решающий и сейчас вот я хочу обратиться ко всем гражданам которые когда-либо что-то слышали или видели о национальном-освободительном движении России что сейчас наступил решающий год наступил решающий момент и что если кто-то когда-то знал что-то о ноде слышал или знает и периодически смотрит за информацией за деятельностью активистов национально-освободительного движения что тот кто считает себя патриотом России должен быть готов к тому чтобы в той или иной степени принять участие в освобождении нашего Отечества может быть активное участие уже активное пора уже активное участие кто-то сможет присоединиться к нам мы планируем отстаивать наше Отечество в том числе и на улице с помощью идеологических сражений с агентами госдепартамента Соединенных Штатов Америки будем говорить прямо с продажными наемными людьми совершившими вот этот поступок предательства по отношению к своему народу и родине и вот с ними мы будем вести идеологическую войну скорее всего на улицах наших городов и конечно же в Москве и мы дадим наш решительный бой мы уверены, что мы выигрываем и что западные СМИ никогда не смогут представить картинку что мы вот в России это сборище идиотов готовых разрушить свою собственную страну мы дадим понять и всему миру и всем кто еще сомневается что наш национальный лидер это Владимир Путин и что мы пойдем за ним до конца чтобы освободить наше Отечество поэтому еще раз все подключайтесь к нашим источникам информации мы вам покажем их сейчас на экране вы увидите это наши основные сайты на которые можно заходить каждый день и черпать из них информацию по текущим событиям давайте назовем эти сайты национальный курс n-курс.ру информационное агентство национальный курс да это вот сайт n-курс.ру такой же канал есть на ютубе и в телеграме и в других ресурсах можно будет зайти посмотреть регулярные статьи видеоролики ключевые слова национальный курс в социальных сетях набирайте это словосочетание национальный курс это социальная сеть вконтакте одноклассники ютуб и везде и телеграмм да и обязательно телеграмм это новый канал который возник по-моему в текущем 2020 году подписывайтесь уже в прошлом да так сайт партии подписывайтесь на телеграмм канал национальный курс сайт pnot.ru без тиры без пробелов pnot.ru сайт партии народ отчизна духовность да новый ресурс который появился в конце прошлого года осенью прошлого года так сайты отражают деятельность вновь созданной не вновь а созданной в прошлом уже теперь в 2020 году партии политической партии призванной отражать интересы народа и называется партия народ отчизна духовность аббревиатура этой партии она такая же как у общественного движения национально-освободительное движение и поэтому становится понятно что откуда выросла эта партия но национально-освободительное движение не заканчивается приобретение суверенитета нашей страной а продолжает после того как наша страна перестанет быть колонией нам нужна будет своя идеология нам нужны будут цели общественного строительства нашего общества и вот именно эти цели эту идеологию будут рассказывать объяснять подсвечивать коллектив который сейчас представлен партии народ отчизна духовность сайт партии п нот точка ру и самое главное на этом сайте это программа партии и тот кто немножко разбирается в государственном строительстве тот с удовольствием найдет в этой программе практически идеальное общество которое мы будем строить в нашей стране так следующий сайт за референдум народ.ру это был главный сайт на котором висели все анкеты когда мы собирали 2 миллиона подписей в 2019 году по отмене колониальной конституции и 15 января 2020 года Владимир Владимирович Путин сослался на нод он четко сказал что общественные организации обратились к нему единственная общественная организация которая обратилась к нему с требованием по отмене колониальной главы конституции это был нод и больше никто и вот этот главный сайт был за референдум народ.ру на нем такое же огромное количество информации можете посмотреть как и на других нодовских ресурсах из этого сайта мы не смогли бы собрать такое большое количество подписей 2 миллиона на которые смог опереться наш национальный лидер Владимир Путин и это как раз большое количество позволило запустить ему кондиционную реформу вот здесь даже статистика этих подписей вот она представлена действительно если кто-то сомневается в том что наша страна сейчас колонии что мы проиграли в холодной войне между СССР и Соединенными Штатами Америки то существует документ который является 100% доказательством провыгыша нашего провыжа в холодной войне и этот документ называется Конституция Российской Федерации акт капитуляции по сути дела да то есть если кто-то возьмет на себя труд изучить этот документ Конституцию Российской Федерации и поймет что вытекает из этой Конституции какое существование нашей страны нашего народа тот поймет что это действительно документ закрепляющий проигрыш нашей стороны СССР в холодной войне вот с Соединенными Штатами Америки так и самый крупный сайт руснот.ру этот сайт создан еще в 2012 году вот здесь вся статистика здесь вся информация здесь огромное количество фотографий пикетов 32 тысячи пикетов если не ошибаюсь там люди регистрируются выкладывают свои данные я имею ввиду пикетные данные где он что провел массовые акции да то есть все это на сайте руснот.ру это самый крупный сайт на котором всю информацию подробно о том что мы страна проигравших в холодной войне вы можете найти на этом ресурсе да из этого сайта кстати видно что штабы национально-освободительные дружины есть в больших городах России что ноты здана здравствуйте дорогие друзья мы сейчас активный самый патриотичный граждан практически авангард народа который только он способен вытащить нас вот из этой пропасти в которую мы упали в девяносто первом году присоединяйтесь год решается друзья все в нот заходим на сайт руснот заполняем анкету вступаем в нот страна ждет патриотов активных людей готовых информировать на улицах и не только сидеть на диване и работать в сетях что тоже очень-очень хорошо но пора уже осуществить уличную поддержку вот что против нас делают вы видели что в беларуси делается да понятное дело что там проплаченные люди ходят вот у них закончились деньги перестали ходить за фурголов в хабаровске ходили ходили деньги поток закончился вот смотрите больше не ходят потому что финансирование прекратилось нот это идеологически осмысленные люди где никто никому никаких денег не платит но люди патриоты освобождающие свою страну вот чем больше будет прозревших людей прочитавших акт капитуляции России в поражении в холодной войне перед США который называется Конституция Российской Федерации в которой 13 статья запрет государственной идеологии на рост развития и процветания страны мы даже не имеем права думать своей собственной головой уже 27 лет это запрещено по Конституции воли народа России пора уже менять все эти колониальные статьи ну я не буду дальше там перечислять 15 статья приоритет иностранных принципов и норм 29 9 народ добровольно решил жить бедно и по 9 статье Конституции отдал недра богатства природной ресурсы в частные руки иностранных лиц и Центробанк тоже отдал 75 статья Центральный банк не подчиняется правительству Российской Федерации и производит эмиссию рубля на рубле посмотрите даже написано что это не государственные деньги то есть мы колония и нам разрешили немножко бумажками попользоваться нет у нас своих собственных денег в стране это запрещено мы колония встроена в однополярный мир командный центр сидит штат Вашингтон округ Колумбия США вот они и командуют здесь как процветать или не процветать народу России а народ России должен прочитать акт капитуляции который называется Конституция Российской Федерации важный шаг сделали в прошлом двадцатом году когда приняли поправки Конституции и не только эти поправки но как бы народ дал свою волю на изменение всей Конституции вот это вот важно то есть мы сделали маленький шаг в направлении восстановления суверенитета вот и в этом году нам нужно будет нашу борьбу активизировать и добиться полного восстановления суверенитета страны то есть 1 июля двадцатого года что произошел народ выдал мандат власти на отмену в будущем колониальной статье Конституции там же один единственный вопрос был народ России мы меняем колониальную Конституцию да или нет мы думаем что будет еще один референдум то есть будет референдум по отмене колониальных глав а для этого нужна воля народа и большинство а также расследование событий расследование событий да 91-93 годов Горбачев под суд вот там выскакивала картинка на нашем сайте до Горбачева под суд референдум мы верим что этот год будет победным 2021 2021 и присоединяйтесь к нам потому что ну говорят что будут решающие события и очень серьезные весной осенью и мы должны показать что важна быть поддержка каждого гражданина считающегося сатриотом сатриотом иначе зевс вас накажет вот видите его зовут зевс котик да нет зевс не накажет теперь наказывает только совесть Татьяна споет замечательную песню это будет коротенькая трансляция и мы на этом завершим вот мы решили уложиться 15 минут уже 14 тебе хватит на песню чтобы спеть поздравляем надеюсь получится она еще все получится и зевс тоже послушает зевс сейчас как услышит ничего привыкай нодовский котик восьми не расскажут про эту войну горбатый ельцин продали страну внушил телевизор внушил интернет что нету отечества родины нет но путин с командой развал прекратил провел референдум и крым возвратил и песня взлетела и голос окреп ребята девчата идут на пикет что правду товарищ тебе рассказал и ты поделись что правду узнал союз восстановим закончим войну мы вместе опять возрождаем страну и песня как ветер поведает всем что бизнес воршоров источник проблем что нужно бороться и только в борьбе народ отвоюет свободу в себе что власть олигархов пора отменять цв и ресурсы домой возвращать бронье девяностых выходит на свет ребята девчата идут на пикет чтоб правду товарищ тебе рассказал и ты поделись ей коль правду узнал союз восстановим закончим войну мы вместе опять возрождаем страну победу на всех снова нужно одну ведь враг продолжает с Россией войну и врет телевизор и врет интернет вы больше не братья союза ведь нет но вот час настал все зависит от нас мы можем спасти Карабах и Донбасс еще реперендум союз возвратим мы вместе как прежде опять победим ведь правду товарищ тебе рассказал и ты поделись ей коль правду узнал союз восстановим закончим войну советский народ возрождает страну народ собрал более двух миллионов подписей с требованием расследовать незаконную ликвидацию Советского Союза и вернуть полный государственный суверенитет требуем провести референдумы во всех республиках восстановим наше отечество в границах сорок пятого года за которое сражались наши деды и прадеды освободим отечество вместе наше дело правое победа будет за нами ура с новым годом друзья с победным мы верим ура всему свое время Таня конечно тебе надо не тут на стуле тебе надо с трибуны петь просто со сцены всего доброго друзья с новым годом еще раз поясню что нот действует в рамках закона и никаких инсинуаций по этому поводу быть просто не может нот абсолютно прав потому что на его стороне закон конституция и все доказательства то есть нужно просто разобраться как устроены законы это знают все депутаты государственной думы это знают все мэры все губернаторы все чиновники все юристы приближенные к администрации президента у них вопросов в том что делает нот и говорит нот не возникает проблема у затуманенных мозгов миллионов граждан россии которых одурманили сми потому что сми полностью коллаборационистские под американским управлением и надо просто открыть акт капитуляции конституцию российской федерации и проверить все что делает нот присоединяйтесь присоединяйтесь все в нот да друзья большое спасибо за внимание освободим отечество вместе родина свобода Путин родина свобода Путин родина свобода Путин ура 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 ура